МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Прямой эфир программы Телемикс Новости в студии Анна Клыга. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе, и не только. Смотрите сегодня в выпуске. Новый сезон. Уссурийские депутаты собрались после каникул. Гонки на Центральной площади, первенство по любительскому авторалли прошло в нашем городе. Каникулы за полцены, родителям вернут деньги за отдых детей. Кубок империи. Престижный турнир по бильярду собрал в Уссурийске сильнейших спортсменов мира. О приморье детям. Книгу о родном крае написал уссуриец. Путь к золотому знаку. Уссурийские школьники сдают нормы ГТО. Завершен монтаж балок нового моста в Крауновке, сообщается на сайте администрации края. Теперь строители приступили к оборудованию проезжей части. Рабочие армируют продольные и поперечные швы. На участке трудятся 25 человек. По предварительным подсчетам процесс займет около двух недель. А запустить движение по мосту в Крауновке должны уже в октябре. Напомним, общая длина сооружения составит 850 метров. Переход будет оборудован тротуаром и освещен. Важно, что новая конструкция возводится с учетом повышенных требований. Поэтому способна выдержать большой напор воды. Примавтодор также восстановит дорогу в село. Депутаты местной думы встретились на первом заседании после летних каникул. Работа в этом году предстоит в обновленном составе. На повестке дня было 16 вопросов. В том числе итоги развития уссурийской территории за первое полугодие. С подробностями Ольга Муравьева. Первое осеннее заседание уссурийской думы и новый состав депутатов. 26 августа по двум избирательным округам прошли до выборы. Депутатами стали Сергей Кликовкин, победитель по четвертому избирательному округу, и Дмитрий Устенко, лидер на девятом. Разрешите вручить удостоверение избранных депутатов выше поименованным товарищам. В этом заседании 16 вопросов требуют рассмотрения депутатов. Самый главный – итоги социально-экономического развития, который затрагивает абсолютно все сферы жизни уссурийцев. Каждое полугодие специалисты делают срез по показателям. Наблюдался рост рождаемости. С начала 2018 года на территории сельского городского округа родилось 958 малышей, что на 24% больше или 102,6% уровня аналогичного периода прошлого года. Сократилось и число нетрудоустроенных горожан. По оценке специалистов, численность официально зарегистрированных безработных составляет 489 человек, что практически вдвое меньше, чем в первом полугодии 2017-го. И в этой сфере маячит весьма радужная перспектива. С вступлением в силу закона о свободном порте Владивосток изменения коснулись и уссурийска. По состоянию на 1 июля 2018 года на территорию уссурийского городского округа зарегистрировано 32 резидента свободного порта Владивосток в два раза больше, чем в предыдущем периоде прошлого года. С объемом заявленных инвестиций 8,2 миллиарда рублей. Рост 141% в 2017 году. В этом году возросла доля прибыльных предприятий. Активными темпами в Уссурийске ведется строительство жилья. Развиваются абсолютно все отрасли сельского хозяйства. Высокие показатели в растеневодстве в этот срез дают результаты посевной компании. Вероятнее всего тенденция изменится к отчету по социально-экономическому развитию за второе полугодие. Ведь стихия в очередной раз вмешалась в планы уборочной компании. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Соблюдение тишины в Приморском крае действует закон, согласно которому в определенные часы в многоэтажках должно быть спокойно. Любое нарушение грозит штрафом. Подробности смотрите в рубрике «Телеконсультант». У меня по соседству живет многодетная семья. Вечером стоят невозможные крики. Причем на мои замечания соседи никак не реагируют. Подскажите, как я могу повлиять на соседей? Ведь если я не путаю, существует закон, согласно которому должна соблюдаться тишина в определенные часы. В целях защиты прав граждан на отдых в 2014 году был принят закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края. Законом устанавливается, что в жилых помещениях в многоквартирном доме не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов вечера до 9 часов утра в будние дни и с 23 часов вечера до 10 часов утра в выходные и праздничные дни, а также в дневные часы с часу до 3 дня. В случае нарушения со стороны соседей тишины в указанные периоды времени вы вправе обратиться с жалобой в органы полиции по месту жительства. Нарушение тишины и покоя влечет за собой ответственность на основании статьи 3.9 Закона Приморского края об административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. За действие несовершеннолетних детей, которые повлекли нарушение прав других граждан, ответственность возлагается на их родителей. 39 миллионов за отдых родителям приморских детей возместят часть стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря. Получить компенсацию можно один раз за тот календарный год, в котором был оплачен отдых для ребенка от 6,5 до 15 лет, чтобы получить часть денег, нужно подать заявление в Управление образования, копию свидетельства о рождении либо паспорта ребенка, оригинал корешка путевки и документ, который подтвердит расходы по приобретению билета в лагерь. Государство готово вернуть до 50% затрат. Единственное, нужно успеть до 15 декабря. Из краевого бюджета уже направлено около 39 миллионов рублей почти за 5 тысяч путевок. Дорогу-велосипеду, всероссийскую акцию «День без автомобиля» поддержали в Уссурийске. В городском парке прошла велогонка для школьников. Участвовали не только профессиональные спортсмены, но и любители. Подробности узнавала наша съемочная группа. Здравствуйте, дорогие гости, участники соревнований и зрители, и судьи. Сегодня мы даем старт велогонке школьника, посвященной празднованию дня города Уссурийска. Утро выходного дня хочется провести в уютной постели. Но только не этим велосипедистам. Все они собрались в городском парке, чтобы принять участие в гонке. 11 школ города, а также Суворовское училище выставили на соревнованиях своих спортсменов. Я в том году участвовала, мне понравилось, я выиграла. В этом году тоже хочу выиграть эту велогонку. Первыми на старт вышли совсем маленькие гонщики. В возрастные категории они не попали, однако для них тоже нашлась своя дистанция. Пока малыши летели к финишу, на линию уже встали велосипедисты постарше. Каждый из них намерен выиграть, но все знают, победитель будет только один. Я буду кататься. У меня на уме только первое место. Все. Больше ничего. Если верить себе, то все получится. После сигнала судей мешкать нельзя. Спортсменам предстоял нелегкий путь. От линии старта до Советской, оттуда на улицу Пушкина. После поворот на Горького. Самые юные проходили только один круг. Чем старше велогонщик, тем больше для него дистанция. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Победитель приезжает по первое место по времени, второе место по времени, третье место по времени. И тем самым подводится итог личного первенства, а командное первенство по четырем лучшим результатам возрастной категории. День без автомобиля – всероссийская акция, в рамках которой и прошла велогонка. В ней приняли участие около 300 школьников. По итогам в командном зачете первое место забрала школа номер 32. Елена Карпенко, Алексей Шповалов, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Гонки на Центральной площади. Первенство по любительскому авторалле прошло в нашем городе. О Приморье детям. Книгу о родном крае написал уссуриец. Путь к золотому знаку. Уссурийские школьники сдают нормы ГТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выставка российских производителей «Столица меха» приглашает на последнюю распродажу по специальным летним ценам. Шубы известных фабрик Москвы, Пятигорска и Кирова со скидками до 50%. Напрямую, без посредников. Встречайте новые коллекции в вашем городе. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Сильнейшие билетдисты мира съехались в Уссурийск. В нашем городе проходит один из самых престижных турниров Кубок Империи. Призовой фонд соревнований – 1 миллион рублей. Абсолютный чемпион станет обладателем именного перстня. Пять дней у спортсменов на определение лучшего. Данстарт – одним из самых престижных соревнований по бильярду в стране. По традиции проходят состязания в Уссурийске. Кубок Империи – закрытый турнир, который девятый год подряд собирает весь цвет мирового бильярда. На этот раз 92 спортсмена приехали бороться за призовые места. Хотел бы пожелать всем вам, конечно, меткого прицела и твердой руки. Потому что от этого, конечно, ну и естественная удача. Без удачи никуда. Все вы являетесь достойным примером. Столько присутствуют и минуты бильярдистов – это вот впервые. Поэтому всем вам успехов, удачи, благополучия. Среди участников турнира 13 бильярдистов имеют высокие титулы. Чемпионы мира, Европы и России. Что нисколько не смущает остальных спортсменов. Сюда приезжают на самом деле не только титулованные и приглашенные спортсмены, но и те люди, которые любят бильярд. Не просто там прийти в бильярд поиграть в клубе, а те, кто занимаются бильярдным спортом. И им, конечно, есть на что здесь посмотреть и чему поучиться. Самара, Кишинев, Ростов, Екатеринбург, Якутск. География участников широка и разнообразна. Представлены и Приморские – Владивосток, Кавалерово, Арсенев и Уссуриск. У местных бильярдистов нет столь высоких заслуг, как у некоторых гостей. Но желание победить порой творит чудеса. В целом, если играть в свою игру и показывать ее на хорошем уровне, то у каждого игрока можно выиграть. Это некий шанс проявить себя на таком турнире, показать, выиграть, выступить. Вот год назад я выиграл двух титуловных спортсменов, занял пятое, шестое место. Поэтому в этом году, конечно же, есть шанс. На Кубке Империи играют по самой сложной схеме. Московская пирамида предполагает встречи до трех побед. Полуфинал до четырех и финал до пяти. И шансы на лидерство могут распределиться совершенно непредсказуемо. В самом начале соревнований сход турнира не берется прогнозировать никто. Хотя силы соперников известны друг другу. Настрой только на первое место. Это такой престижный турнир. Я горжусь даже собой, что я действующий чемпион этого турнира. Конечно, будет очень сложно. Весь состав. Тут самые сильные все спортсмены мира. Это, я хочу сказать, самый крутой турнир в году. Пять дней продлится битва бильярдистов на Кубке Империи. Самые интересные поединки состоятся в пятницу и субботу. Причем зрителям этого завораживающего зрелища может стать каждый желающий. Но кому же достанется титул и главный приз, именной перстень, станет известно в воскресенье. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Книга «Амурский тигр» появилась в детской библиотеке. Сборник стихотворений о Приморье издал уссурийский автор Леонид Чернов. О своем творчестве поэт рассказал третиклассникам одной из школ города. Достоинство множества, несчастье, все они у тигра есть. Слава о нем идет далеко. Он символ Дальнего Востока. О царе Приморской тайги рассказывает детям Леонид Чернов. Десять своих стихотворений о родном крае поэт объединил в новый сборник, уже пятый по счету. Название книги «Амурский тигр» родилось случайно. По телевизору показали, как полосатый хищник переплывает реку Амур. И там выясняется, что у него там тигрица. Ну вот. Потом возвращается назад. Китайцы со своей стороны там это дело отслеживали. Конечно, произвело впечатление. Я просто понял, что следующая детская книга будет называться «Амурский тигр». Стихотворения сопровождают авторские иллюстрации. По второму образованию Леонид художник. На страницах богатства приморской природы и особенности жизни в нашем крае. Как рассказал автор, на рисунки к одному сборнику уходило в среднем полгода. Важно найти вдохновение. Нередко поэзия и живопись дополняют друг друга. Когда вот не идет рифма, я ее на аркане не подтаскиваю. Вот некоторые грешат, собратья по перу. Я это оставляю как есть и сажусь за живопись. И все продолжается. Вот это совмещать. И работая над картиной, вдруг приходят какие-то строчки. Ну, ходишь туда. На страницах книжки «Амурский тигр» читатели найдут стихотворения о диком винограде, морской капусте и гребешках, попали в сборник и строки о знаменитом птичьем молоке. Такие редко встретишь в школьной программе, потому юные любители чтения заинтересовались. Там про тигров, про животных. Я люблю такие. И красивые там картинки и стихотворения. Тоже люблю стихотворения. Когда скучно, нечего делать, я читаю книги. Какие ты книги обычно читаешь? Про животных. И про всякие там сказки разные. И рассказы, кстати, обычно. Библиотекари рады. Говорят, дети снова начали тянуться к литературе. В числе бестселлеров, читателей младшего возраста, энциклопедии о животных, журналы о динозаврах и книги по астрономии. Летом у нас был такой большой наплыв, очень большой. В день по 140, по 160 человек приходило. Конечно, в основном по учебной программе, литературу спрашивают. И попутно мы работаем уже индивидуально с детками и вовлекаем их в чтение. Каждый месяц в гости к работникам детской библиотеки заходят в среднем 2500 раз. За тот же период к числу постоянных читателей добавляется по несколько сотен юных уссурийцев. Школьники сдают нормы ГТО. Новая волна участников прибыла в спортивный комплекс «Локомотив». Всего на выполнение упражнений дается три дня. Наша съемочная группа отправилась в зал, чтобы выяснить, насколько удачно подростки справляются с испытаниями. Получить золотой значок сегодня желает каждый, кто сдает нормы ГТО. Одно из упражнений – наклон вперед с прямыми ногами. Для моей возрастной ступени необходимо достать до отметки в 13 сантиметров. Дарья Цой занимается чирлидингом. Спортсменка мечтает о золотом значке. Для этого наклон нужно сделать до 15 сантиметров. Пока девушка достигает отметки 14. Но уверена, после разминки станет лучше. Если ты не разомнешься, ты не сможешь тогда сдать этот норматив. И тогда ты не сдашь на золото, потому что это обязательно. Обязательно нужно разминаться, потому что мышцы нагреваются. И тогда ты сможешь сделать этот наклон. Многие школьники готовятся к испытаниям на уроках физкультуры и добиваются успеха. Для каждой ступени свои нормативы. Например, для парней и девушек 13-15 лет к выполнению 4 обязательных упражнения. Отжимания, наклон на гимнастической скамье, бег на длинную и короткую дистанции. Плюс 5 любых испытаний на выбор. Для моей категории на золото нужно было потянуться 12 раз, но я сделал 13. Как вы вообще считаете, ваши ровесники, они достаточно спортивные или нет? Ну, естественно, не все. Ну, по крайней мере, в моем классе не все спортивные. Вообще была моя оцензива и как-то дополнительные баллы к поступлениям в какой-нибудь престижный вуз. Что самое сложное сдать из норм ГТО? Ну, для меня растяжка, так как большинство парней не приспособлены к этому, сами не тянутся. Приходится сейчас разогреваться и тянуться. Очереди выстраиваются к каждому испытанию. Здесь же парни и девушки разминаются. За выполнением задания следят специалисты и волонтеры. Важно не только выполнить отжимания или подтянуться определенное количество раз. Нужно это сделать правильно. Готово. Коза встала. Поехали. Раз. Не ложись. Не ложись. Два. Впереди еще два дня испытаний. Далее школьников ждут задания вне зала. Забеги на различные расстояния на поле стадиона «Локомотив» и заплывы в бассейне «Чайка». Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Ромашка, Змейка, Домино и Фигурка ожидали гонщиков на открытом первенстве. Уссурийска по любительскому авторалли. 17 экипажей «Приморья» преодолели общую дистанцию более 200 километров. В конце маршрута их ожидала стрельба. За креативным ралли-биатлоном наблюдал Илья Аманатов. Приморские автолюбители изрисовали колесами центральную площадь Уссурийска. Это первая локация на открытом первенстве по любительскому авторалли третьей категории «Заря-2018». Соревнования собрали 17 экипажей из Владивостока, Уссурийска и Хараля. Для большинства участников такие состязания дебютные. Но есть и бывалые рейсеры. В прошлом году знакомые подтянули, узнал от них, участвовал. В прошлом году второе место заняли. В этом году, естественно, тоже принять решил участие, потому что заинтересовало, эмоции получились хорошие. Ну что, готов? Нет. Страшно. Машина как, готова? Ну, так, более-менее. Вы думаете, до финиша двигаете? Нет. Главное условие, чтобы автомобиль экипажа попадал под категорию «Б». Еще машина должна быть разрисованной. Это отдельная номинация победителей, которые получали спонсорские призы. Участники креативили на кузове авто и на трассе. Но не всегда у водителя и штурмана все складывалось по плану или по дорожной карте. Как все рухнуло, у меня все подсчеты, все мимо. И все, надо выезжать. И все, у меня какие-то дороги подсчеты, у меня башка не варит. Мы едем на обумчатся по поворотам, а там по времени уже нигде не растет. Гонщики крутили пируэты в упражнениях «Змейка», «Ромашка», «Домино». Меняли локации и на каждой соревновались в мастерстве фигурного вождения. Расстояние между площадками преодолевали как по трассе, так и по пересеченной местности. Скорость превышать не разрешалась. Регламент устанавливал и этот параметр. Быстрее не всегда лучше. Раньше приехали наказываться, позже приехали наказываться. Они двигаются по легенде. В легенде написано, куда им двигаться. То есть движение идет по маршруту Сурисского городского округа. Штрафное время можно было сократить на последней точке маршрута, где участников ждали пневматические винтовки. Метко отстрелял по мишеням, приблизился к победе. Каждый экипаж в итоге откатал более 200 километров. В классе легковых авто первые забрали гости из Владивостока Сергей и Наталья Секлюдские. Среди внедорожников золото получили уссурийцы Дмитрий и Наталья Кириенко. Лучшим водителем среди женщин стала жительница краевой столицы Олеся Черенкова. Илья Аманатов, Антон Войцеховский, Телемикс. На этом пока все. Сюжеты вы сможете также увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Анна Клыга. До встречи на нашем канале.